В два часа ночи здесь выключаются фонари. Вася сказал, Лена, это первая строчка стихотворения, которую мы сейчас с тобой напишем. Значит, мы сейчас положим оба трубки, и на полчаса, когда мы расстаемся, потом мы созвонимся и прочтём друг другу наши новые стихи, начинающиеся с этой строчки. То есть вот у него был такой подход к жизни. Ну, разумеется, он есть. То есть мы просто вынуждены говорить о нём в прошедшем времени. Стихотворение Вася, стихотворение 2. Вася написал за эти полчаса два стихотворения. В два часа ночи здесь выключаются фонари. Дежурный инженер-электрик со странным лицом прикасается ко второму рубильнику на своём пульте. Первым рубильником он выключает в 11 светофоры. Начинаются аварии, переворачиваются автомобили, гибнут люди, понятно, что жаворонки выживают. Однажды я видел, как ночью на Суликово-7 перевернулась в пожарный магазин. Ты тоже переворачиваешься на другой бок, откладываешь конспекты к завтрашнему экзамену и, думая, что я сплю, посылаешь мне СМС-ку. Разбуди меня в 7.35. Потом тянешься к тумбочке, задевая моё плечо, и кладёшь свой сотовый рядом с моим, который тут же начинает дрожать и нервничать. Я беру его долго без очков, читаю твоё сообщение, говорю, разбужу, целую и засыпаю. Второе. В два часа ночи здесь выключаются фонари. Приходит сон номер семь, приказывает, смотри. Приходит пёс, укладывается в ногах. Приходит старость и придирчиво выбирает волосы на висках. Кто-то слабый, атакует меня во сне, просит открыть бутылку с шампанским, оказывается на дне. Машу трубой знакомым улыбается мне, Машу манит пальцем. Бутылка с шампанским не открывается. Город запутывается в любви. Туман накрывает город на слуги миль. Я сплю до семи, выгуливаю в тумане пса. Тёс гуляет, не просыпаясь, не открывая глаза. Возвращаясь, говорю тебе, там очень холодно стало. Сбрасываю с тебя одеяло, подаю кофе в корпоративные кружки. Ты отвечаешь. Ну, тогда переходим на зимнюю форму дружбы. И, значит, моё. Да. То есть вся вот эта надрывная литязапись, которая сейчас происходит, она, я абсолютно не сомневаюсь, дойдёт до глаз об шее Василия. Поэтому вот всё не зря. Итак, значит, моё незамысловатое художественное произведение. В два часа ночи здесь выключаются фонари. Два часа ночи. В Питере ровно полночь. Восемьдесят грамм виски пока внутри. То, как ты выглядишь позже, уже не вспомнишь. Вспомнишь поэтов, виданных той зимой. Глупые фразы, рвущиеся в стишки. Пьяную же, торопящуюся домой. Стремящуюся запомнить свои грешки. И вместо встречи литературный клуб. Автоответчику сдунул наговорить. Самолёт улетает утром, когда ему Опохмелиться, опомниться, отменить. Теперь ты.